Привет друзья, сегодня у нас кератиновые гели от торговой марки Z-Color Это новые разработки, это классные разработки для тонких прочных ногтей Что это такое? Давайте вместе разберемся У меня здесь технические баночки Это дешевле, это выгоднее, это без этикеток модных Это обычные баночки И это 15 мл объем, но можно попробовать и объем поменьше Для того, чтобы просто попробовать Ну типа такие по 5 грамм промнички удостовериться, нужен он вам или нет Это материал для того, чтобы выполнить тоненькие ногти Тоненькие, они будут прочные, потому что этот гель на основе кварцевого песка Кварцевый песок здесь измельчен в микро-микро-микроны Его невозможно рассмотреть, потому что это микроскопическая пыль И он добавлен для прочности То есть если раньше мы добавляли стекловолокно для армирования Ну я ни разу не добавляла, потому что я знаю насколько это вредно И насколько это неприятно, когда попадают осколочки стекловолокна на кожу Или не дай бог попадет в глаз, лучше не надо Я даже ни разу не пробовала со стекловолокном и не хочу Но для того, чтобы выполнить тонюсенькие ноготочки Нужен кератиновый гель других торговых марок Где они используют для армирования, для дополнительной прочности стекловолокно Я не понимаю зачем тогда кератиновый материал Тогда будет держаться любой гель Любой абсолютно не обязательно Кератиновый на стекловолокне будут тонкие ногти Здесь же у нас Здесь же у нас кварцевый песок добавлен Поэтому никакого стекловолокна сюда не нужно И ноготочки можно выполнять тоненькие, они будут прочные Здесь у меня два, один погуще, один пожиже И у них разные предназначения и разные способы нанесения Бриллиантовый прозрачный и просто прозрачный средней консистенции Этот густой, этот густой, красивый, такой кристально прозрачный Он подойдет для верхних форм Он подойдет для экстремального наращивания Вот он какой густой, вот он какой прозрачный Вот он какой красивый, он кристально прозрачный Он густой, не видно никакого песка в нем Так что не думайте, что вы будете какие-то там песчинки наносить Густота какая, вы его видите, он прозрачный Он вот такой тянется, он выравнивается очень хорошо Поэтому не думайте, что у вас будут какие-то сложности И знаете что, вот два нужно Я бы, если вы делаете наращивание, моделирование То я бы вам порекомендовала все-таки два иметь Вот такой вот густой, для того, чтобы выполнять подложку Например, если вы работаете на нижних формах, на бумажных формах То вы делаете подложку А потом уже все достраиваете при помощи более жидкого Который разравнивается побыстрее Это тоже разравнивается, но гораздо-гораздо медленнее Он хорошо подойдет под верхние формы Особенно, которые, знаете, есть верхние формы Без выраженной арки Без того, чтобы много туда материала Плоские такие верхние формы Наверное, у вас такие есть Вот этот подойдет идеально Идеально для верхних форм Этот густой можно наносить как самостоятельно, без базы У него очень крутая сцепка Он сцепливается над него и пластиной без дополнительной базы Но если вы переживаете, боитесь То можно использовать, никто не запрещает привычную для вас базу Ту, которая для вас надежная Все выровнялось, но на ручках будет выравниваться быстрее Потому как в баночке Баночка-то холодная Материал холодный А ручки потеплее Ну, я надеюсь, у клиентов теплые ручки Или нет? Так, давайте мы с вами посмотрим теперь Чуд, который пожиже Немножечко Средней консистенции Средняя консистенция Кератиновые Просто называется прозрачные Есть еще, конечно, и камуфляжики Так что, если вы интересуетесь кератиновыми камуфляжиками Тоже присмотритесь Я вам показываю пока прозрачные У них разная формула Они не воняют ничем У них нет никакого резкого, ядовитого запаха И он выравнивается намного быстрее Намного проще И вы можете его выкладывать в одну каплю Если вы привыкли работать без опила И выкладывать материал одной каплей То он подойдет Здесь он уже чуть-чуть такой мутноватенький Тоже выполняем тоненькие, прочные, крепкие Легкие, носибельные ноготочки Если хотите экстремальную длину То делаем подложку из вот этого густого Бриллиантовый, густой, прочной И достраиваем архитектуру уже вот таким Более удобным Более, который работает быстро Но если вы новичок в моделировании Учитесь, то для вас вот этот густой подойдет Он никуда не затечет, он будет выравниваться Потихонечку вы аккуратненько все выкладываете Разравниваете, выглаживаете И отправляете в лампу Если нужно, опиливайте По поводу опила Сразу вам хочу сказать Не такой он прямо и легкий в опиле Если что Если ваши фрезы лысые Если ваши пилки уже заюзанные То вы будете мучиться в опиле Поэтому либо выкладываем идеально Без бугров, канавок и рытвин И пилим минимально Либо у нас новенькие, хорошенькие, острые инструменты И вы это поймете, что он кератиновый Когда начнете пилить То есть сейчас вы Вот мой разговор вам ни о чем не говорит Кератиновый он рекламный какой-то ход Или какой-то маркетинговый ход Но как только вы начнете пилить И вы поймете, что это никакой не маркетинговый ход Так что вот, имейте в виду Надеюсь я вам все сказала Если у вас есть вопросы Обязательно пишите в комментариях И обязательно заглядывайте в описание под видео Потому что вы можете сэкономить Вот здесь у меня технические баночки Без модного всякого исполнения И поэтому немножечко подешевле Если хотите просто попробовать На себе, на подружках, на моделях Можете взять баночки попроще И попробовать работать этим материалом И скажите мне потом большое-большое спасибо Можете использовать, если переживаете, боитесь То можете использовать ту базу Которую привыкли работать Или прихватить на сайте две базы База без кулов и отслойок И протезирующая база Про них я подробненько много всего рассказывала Поэтому внимательно смотрите и слушайте И не говорите, что я вам не рассказывала И хочу еще напомнить о том Что на сайте действует купон При заказе вы можете сэкономить 10% Если при оформлении заказа Внесете в поле заказа промокод Со словом квитка10 Я оставлю в описании, чтобы вы не ошиблись И правильно написали И воспользуйтесь, пожалуйста, этой скидкой Просто ради эксперимента Ради интереса взять и попробовать Этот кератиновый гель Этот материал позволяет сделать ноготочки Тоненькими, опрятными, аккуратными Натуральными, красивыми И исправить какие-то дефекты на ногтях Да нарастить Уголочки поправить Закрепить какие-то трещины, сколы, поломки Поэтому попробуйте, можете Потом скажите мне спасибо Обязательно попробуйте эти базы Обе базы хороши Протезирующие И без кулов и отслойок Если есть вопросы, пишите Я обязательно вам на них отвечу С вами была Светлана Закалова Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok